Мы пальчиком ставим в круг и вдоль круга прям проводим линию и лишний песок к краям расчищаем. Вместо кисточек – пальцы, вместо красок – песок, а вместо компьютерной графики – детская фантазия. Так создаются настоящие песочные иллюстрации к сказкам. Вместе с детьми сотрудники лаборатории анимации «Лимонад» создадут фильмы по сюжетам национальных сказок. Проект «Хоровод народных сказок» представляет собой создание восьми национальных фильмов-сказок на национальных языках – на армянском, узбекском, таджикском и азербайджанском. Эти фильмы-сказки будут записаны представителями национальных автономий на национальном языке и будут дополнены эти фильмы субтитрами на русском языке. Изюминкой фильмов станет анимация – перекладная, рисованная, компьютерная и песочная. Главными помощниками в создании фильмов станут дети. Они придумают и нарисуют песочные рисунки. Но пока они только осваивают породу, развивают мелкую моторику и придумывают сюжеты. Песочное рисование несложное. Само по себе здесь особых художественных навыков не требуется. Здесь даже важен не сам результат, который у нас получится, а именно процесс взаимодействия с песком. Потому что здесь развивается и сенсорная моторика, развитие нашего двух полужарий, мозгов. Для детей это очень полезно, потому что развивается речь, наш почерк, очень помогает в учебе. Первым из цикла станет азербайджанская сказка о соловье. Она повествует о птице, которая жила в золотой клетке и мечтала о свободе. Я бы хотела сделать такую иллюстрацию, чтобы там была птица, сидела в клетке, а азербайджанец ее кормил. Но у нее должно быть выражение именно грустной, чтобы она показать, как она скучает по родине. Вообще это сложно, эмоции очень рисовать в песке. Присоединиться к проекту может любой желающий ребенок. Реализация задумки возможна благодаря победе в конкурсном отборе на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области. Готовые фильмы можно будет увидеть уже в сентябре.